Это выпуск нашего проекта «Взгляд с Банкова». Я Анна Ниченко и сегодня у меня в гостях первый президент независимой Украины, председатель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук. Леонид Макарович, здравствуйте. Доброе, здоровое вам, здравствуйте. Нам на Вайбер от зрителей приходит много вопросов, адресованных вам, когда и о чем президент Зеленский должен поговорить с президентом Франции, канцлером Германии и с президентом России. Одной из тем разговора между ними и Путиным стал Донбасс, но голоса Украины именно на той встрече не было. Как вы оцениваете такие переговоры с Путиным без Украины? Ну, во-первых, я надо ко всем переговорам относиться очень спокойно и анализировать реальную ситуацию. Если бы было заявлено ранее предварительно, что готовится встреча четверки и будет обсуждаться проблема Донбасса или проблема Украины в целом, и в повестку дня других вопросов не предусматривается, и Украины не пригласили, конечно, это было бы просто непонятно. Но с учетом того, что канцлер Германии, президент Франции, президент России обсуждали и другие вопросы, которые не относятся к повестке дня нормандского формата. И в том числе затронули проблему очень важную, очень острую, касающуюся регулирования ситуации на Донбассе. Таким образом, на повестке дня не стояла только одна тема Украины, обсуждались и другие вопросы. В этой ситуации говорить, что эта встреча была посвящена обсуждению вопроса Украины, и на нее не пригласили президента Украины, является недоказательной и необоснованной. Поэтому я к этому отношусь спокойно. Наоборот, когда собирались политические советники четырех государств Украины, Франции, Германии и России, они не договорились о встрече в нормандском формате. То есть, подвожу итог, эта встреча трех лидеров не называется и не должна квалифицироваться как встреча в нормандском формате. Эта встреча была поза нормандским форматом. И поэтому ее нельзя назвать четверкой, на которую, дескать, не пригласили президента Украины. Нам надо говорить так, как реально есть. Потому что, знаете, вот это Россия как раз это и хочет, чтобы мы поддержали ее логию, что вот видите, Украины не приглашают уже и, дескать, хотят решать все вопросы без Украины. А мы клюем на эти предложения, которые в данном случае ставят Украину в сложную ситуацию. Поэтому я прошу внимательно, очень внимательно, по протоколу анализировать и оценивать ситуацию. Леонид Макарович, как раз таки по поводу высказываний Кремля из-за их многочисленных заявлений, именно российской стороны мы понимаем, что они не хотят признавать себя стороной конфликта и настаивают на прямых переговорах Украины с так называемыми ДНР и ЛНР. Украина не согласна идти на такой диалог. Разъясните аргументированно, почему, по пунктам. Первое. Нет ни одного документа, ни в нормандском формате, ни на Минской площадке, за 7 лет существования, даже протокольного, даже маленького и большого, где бы было сказано, что Россия является наблюдателем или посредником. Чётко и ясно записано, что постоянным представителем в трёхсторонней контактной группе ТКГ является постоянный представитель ОБСЕ. Россия и Украина являются членами ТКГ, сторонами ТКГ. И такой стороны ТКГ, как Ордло, не предусмотрено. Это усложившаяся практика второе. Как утверждает, и это действительно правда, госпожа Хайдеграу, что на заседание трёхсторонней контактной группы ТКГ приглашаются, я подчёркиваю, представители Ордло. Речь идёт о ДНГе и Никаноровой. Они приглашаются и присутствуют, но они не являются сторонами или членами ТКГ. Их статус приглашённые. Это до сих пор существует практика, установленная ещё ранее. В последнее время я не хочу подчёркивать нынешнюю ситуацию, но если бы я представлял Украину ранее, я бы с такой практикой не согласился. Потому что практика не может быть выше документа. Во всех документах, в том числе и в документе, на который ссылаются и Москва, а именно комплекс мер в 2015 году был принят и направлен для оценок в Совет Безопасности и Организации Объединённых Наций, во всех пунктах, чёрным по белому, написано, что любые приглашения, вернее так, любые участники в рабочих группах, подгруппах, зеркально отражают ТКГ, то есть именно стороны Роси, Украина и постоянный представитель. Если приглашаются другие люди или для участия другие люди, то только для двух задач – консультаций и согласований при принятии, акцентирую, соответствующих решений, постановлений, законов Верховным Советом Украины. Другого варианта нет. И никакие доказательства того, что рабочие группы или приглашённые могут иметь какую-то другую функцию, решениями не предусмотрены. Таким образом, итог. Россия – сторона конфликта. Это подчёркивает не только Украина. От встречи министра иностранных дел Большой Семёрки, они официально заявили министр иностранных дел Большой Семёрки. Никакой Россия не посредник, она сторона конфликта. Это говорится во всех документах. Это сама себе Россия, как говорится, предоставила такую функцию, такие полномочия документами никаким. Это очень важно. Таких полномочий России никто не предоставлял. На мою просьбу к господину Грязлову, представителю России, сослаться на любой документ, где России предоставляется полномочия посредника, он не смог ответить, потому что такого документа нет. Это самооценка. Леонид Макарович, из публикации содержания кластеров мирного урегулирования в российских СМИ мы увидели, что Германия и Франция предлагают компромисс совместить выполнение шагов безопасности с политическими. Как вам такое предложение? Я думаю, что нам надо постоянно искать пути решения конфликта. Нельзя стоять на месте, упершись, извините, рогом как два барана или три барана, я не знаю, накладки. Надо искать постоянно. И то, что Германия, и то, что Франция, и то, что постоянно Украина. Вот и сегодня я только что подписал письмо госпоже Хайди Граф, буквально еще теплая ручка лежит возле меня. С просьбой немедленно обсудить вопрос сначала на группе безопасности, а потом при необходимости вынести на ТКГ о дополнительных мерах по контролю, по координации контроля с участием вооруженных сил Украины и вооруженных формирования ОРДЛО при участии наблюдательной миссии ОБСЕ, немедленного реагирования на нарушение огня. На нарушение, вернее, огня, на нарушение решения принято 22 июля прошлого года о прекращении огня и объявлении всеобщей тишины. То есть вот только что подписал, чтобы мы немедленно изучали и принимали меры при случае, скажем, убийства солдата, независимо с той стороны или с этой стороны. Миссия ОБСЕ создается специальная группа, изучает. И по горячему, как говорится, немедленно созывается рабочая подгруппа по вопросам безопасности, рассматривает, принимает решение и действие незамедлительные. То есть Украина постоянно предлагает не просто слово, а механизмы. Это очень важно. Механизмы. Ну, отказываются, ну, Россия отказывается. Здоровый смысл должен возобладать, потому что, ну, все же видят, там нет политики. Там есть конкретные предложения, там есть механизмы. Там задействуются специальные люди и группы, которые наблюдают и которые оценивают и принимают решения, что здесь плохого. То есть, я к чему? Украина, и Франция, и Германия, и политические советники, все мы работаем на одну тему, регулирование ситуации на Донбассе. Предлагаю разные варианты, идя на компромиссы, на встречи, чтобы показать, что для Украины нет ничего важнее, нет ничего важнее, чем мир на Донбассе. Леонид Макарович, есть еще одна тема, которой активно интересуются зрители, которые пишут нам на наш номер в Вайбере. И вот какой вопрос. Как себя чувствуете после прививки первой дозой вакцины от коронавируса? Ну, спасибо большое за внимание. Я хочу сказать, ну, смотри, с первого дня по сегодняшний даже не было покраснений, не было покраснений на месте инъекции. Я чувствовал себя так же, как и чувствую сейчас. Слава Богу, никаких осложнений, никаких симптомов, что происходит что-то такое, ну, тревожное не было. И я чувствую себя хорошо. И большое спасибо всем, кто интересуется. И хочу закончить тем, что нет, нет, я прошу меня услышать. Я говорю не как молодой человек, которого, ну, нет опыта. Я уже прожил достаточно времени. Ну, в 88-й год это не так уже и мало. И говорю всем, нет другого пути под преодоление этой болезни COVID-19 как вакцина и дисциплина. Вакцина – это преодоление, в принципе, очищение общества от этой заразы, а дисциплина – это недопущение заражения себя, своих близких, родных, людей вообще, особенно у детей. И, ну, сегодня, к сожалению, я имею информацию, что вот начали болеть дети. Если раньше они как-то приносили, природа хорошо устроена, видите, детей берегла. А теперь уже разразилась эта зараза, и дети начинают болеть. Леонид Макарыч, обсуждается ли в ДКГ возможность организации доступа жителей Ордло к прививкам от коронавируса на подконтрольной Украине территории? Буквально, коротко. Ну, если есть и если будет какое-то обращение. Украина, я хочу сказать, наша делегация, Украина в целом, президент Украины, правительство Украины готовы обсуждать все вопросы, которые касаются жизни людей. Для нас, я вчера говорил на одном из российском канале, когда меня спросили, как вы относитесь к вакцине «Спутник-5», я сказал, вакцина «Спутник-5» не носит автомат Калашникова. Если она будет оценена как вакцина, имеющая эффективность, я не имею ничего против вакцины, так и тут. Для меня главное – люди, жизнь людей. И если есть предложения, есть какие-то намерения, помощь людей, мы, Украина, пойдем навстречу и будем обсуждать любые вопросы, не политизируя их, потому что жизнь, здоровье людей – это самое главное. И, пожалуйста, прокомментируйте сообщение о смерти пятилетнего мальчика на неподконтрольной территории. Сейчас очень много манипуляций вокруг этой темы. Ну, я не буду свое мнение высказывать, но я слышал очень внимательно расследование журналистов украинских. Они доказали на документах, что летательный аппарат не мог достичь 30-километровой дальности. Он не мог и не сбрасывал никаких взрывчатых веществ. И что украинская сторона или украинская армия, я бы так сказал, никакого отношения к смерти этого мальчика не имеет. Я, конечно, сожалею, что мальчик погиб. Наверное, нет человека, который бы сказал другое. Тут я не оригинален. Но не надо использовать смерть мальчика, чтобы обвинять Украину. Я не знаю, что там произошло, но знаю точно. Украина, вооруженные силы Украины, летательные аппараты, дроны, как это называют, не имеют абсолютно никакого отношения к смерти мальчика. Это доказано журналистским расследованием. Спасибо вам, услышали вас. Спасибо, Леонид Макарович, за ваши ответы. Увидимся в этой же студии ровно через неделю. А нашим зрителям напомню, что завтра выйдет свежий выпуск «Взгляд с Банковой» с Юлией Мендель. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!